И сегодня у нас на мероприятии присутствуют представители Государственного, Республиканского и Венкийского центра АРУМ, методист Центра Цирикова Любовь Гатбаева, художественный руководитель хореографического ансамбля «Гулубу» Циринфилова Сэп Эдуардовна, музыкальный руководитель Центра Санжир Алексей Владимир Царинович и специалист Гундуева Дарья Сергеевна. И сейчас с историей культуры Венкийского праздника войдет вас познакомит методист Государственного, Республиканского центра Венкийской культуры АРУМ, Цирикова Любовь Гатбаева. Пожалуйста. Гундукер Кирк, так в Венкийске звучит. Здравствуйте, друзья. И в сегодняшней встрече мы открываем цикл мероприятий на встречу республиканскому и Венкийскому празднику Вальдер-2021, который пройдет у нас сейчас повсеместно в Республике. Вальдер – это масштабный республиканский праздник, которого с нетерпением ждут не только Эвенки, но и жители тех районов, в которых он проходит. В этом году праздник пройдет 25-28 июня в Северо-Вайкальском районе. Вообще он проходит традиционно один раз в два года в тех районах, где проживает эвенкийское население. История происхождения праздника Вальдер очень древняя. Испокон веков Эвенки после долгозимней охоты собирались на общий праздник. А как вы знаете, Эвенки – это кочевой народ. И раньше они кочевали по всей тайге в зависимости от мест охоты. Валдер в переводе с эвенкийского значит «встреча». Встреча людей, эвенкийских родов после долгой зимы. Встреча, символизирующая собой радость от того, что прошла суровая зима, что пережили трудные условия кочевки, что добыли много пушины. И, конечно же, радость от того, что пробуждается природа и приходит тепло. Обычно этот праздник проводится в самом начале лета, когда распускаются почки лиственницы, когда начинает куковать кукушка, и впереди людей ждет лето. А начало лета означает у эвенков – начало нового года. Эвенки раньше собирались на праздник за несколько дней, ставили свои чумы, проводили бальджоры, ярмарки охотников. От этого произошло снова бальдер, на которых продавали пушину, добытую зимой, обменивались новостями, приобретали товары для дальнейшей жизни. Собирался совет старейшим. Пожалуйста, слайд седьмой. Который решал насущные проблемы своего народа, кому где кочевать и где охотиться. Много ночей горели костры, и каждая семья, конечно же, готовилась к этому празднику. Специально шили праздничную одежду, готовили свои угощения, а потом все, взявшись за руки, танцевали эвенкийский танец одера. Традиция проведения праздника у нас была возобновлена после долгого перерыва в 90-х годах. Так, в 92-м году впервые прошел детский эвенкийский праздник в Балдер-Баунтовском районе, а затем в 94-м году прошел уже крупный массовый праздник Балдер. И сегодня праздник Балдер это очень большое мероприятие. Это праздник межрегионального масштаба, на который собираются не только Венки-Бурятии, но и приезжают гости из других регионов. Организатором является наш центр. Это республиканские центры эвенкийской культуры, Министерство культуры Республики Бурятия, центр АРОН. И также, конечно, на местах, где он проходит, там за этот праздник отвечают администрации и отделы культуры муниципальных районов. Так, в 2017-м году он проходил у нас в Курмканском районе, в 2019-м году он проходил в Баунтовском районе. И сейчас, с 25 июня по 28 июня, он пройдет в Северо-Байкальском районе, в поселке Нижний Ангарск. Сегодня главная цель праздника, это, конечно же, не только общение сородичей, общение эвенкийских семей и родов, но и возможность наладить творческие контакты и способствовать развитию эвенкийской культуры в тех районах, где он проходит. Но также, как и старые времена, обязательно является проведение традиционных эвенкийских обрядов. Вот на слайде, вы видите, проводит обряд Чичипкан, это обряд очищения. Также проводится обряд Улгани, или обряд кормления огня. Проводятся творческие конкурсы, это конкурсы обрядов, конкурсы вокальных коллективов, конкурсы танцевальных коллективов. И, конечно же, проходят всевозможные выставки, выставки декоративно-прикладного искусства, национальной кухни, народные состязания и игры. А сейчас я приглашаю вас посмотреть фильм «Как проходит праздник Балдюр» у нас на земле в Урятии.